На прямой связи с нашей студией Марат Мусур-Алиев, экономист. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, в условиях мировой нестабильности и такой серьезной обстановки, когда маршруты подвергаются угрозе, важную роль играет диверсификация транспортных маршрутов. И регион Центральной Азии вместе с Азербайджаном активно работают над этим вопросом. Как можно оценить роль этих соседних государств в обеспечении безопасных, а главное выгодных для региона грузоперевозок и какие работы в этом направлении осуществляются? Это связано в первую очередь с событиями войны в Украине. После этого большинство мировых брендов, логистические компании, приостановили свои транспортные отношения с Россией. То есть они прекратили принимать суда из России, прекратили отправлять свои суда в порты России. И в результате тот грузопоток, который раньше шел через Новороссийский, через Балтику на Усть-Луги, он весь завернул на Южный Кавказ. На Южном Кавказе, как я говорил уже, там основных магистралей две. Это военно-грузинская дорога. Она переполнена настолько, что в настоящее время там пробиваются несколько новых, низкорасположенных, более длинных тоннелей. Но даже они не смогут полностью удовлетворить тот спрос, который есть. И через Каспий. Ну, через Каспий проблема в том, что та инфраструктура транспортная, которая была на грузопотоке до 2022 года, ее было достаточно. Но так как трафик увеличился в разы, то это привело к тому, что в портах Каспия суда на погрузку товары ждут до недели и даже больше. Поэтому там довольно-таки серьезный перегруз имеет место быть. И второй момент, у Казахстана мелководность казахстанского сектора Каспия, она ограничивает до 200 судов. А вот проект, который может быть реализован без особых проблем, это Black Sea Energy Corridor, это высоковольтная ЛЭП из Евросоюза до Грузии и далее до Азербайджана. И плюс к этому намерение Казахстана, Узбекистана тоже подключиться через Каспий к этому. Там вообще никаких технических и иных причин нет. И если это подключится, то это будет иметь очень серьезный мультипликативный эффект. Почему? Первое. Евросоюз предоставляет вам свой рынок сбыта для электроэнергии, но только зеленый. То есть ветровые электростанции, солнечные электростанции, гидровые электростанции. Во-вторых, если к этому подключится Узбекистан, Казахстан, то они дадут дополнительный трафик. И плюс к этому в последние годы в результате технологических изменений самыми конкурентными по себестоимости стали тот тип генерации, которую вообще никто из энергетиков не ожидал. Это солнечные электростанции. И вот солнечные электростанции смогли добиться снижения себестоимости 1 кВт в час до 2,5, а в отдельных случаях даже до 2 центов за 1 кВт в час. А за Каспием, к востоку от Каспием, в Казахстане, на Плато-Устюрке, в Узбекистане огромной площади пустынных земель, которые до этого даже затруднительно было придумать, как можно было эксплуатировать. И вот сейчас, оказывается, эти пустынные огромные территории можно использовать для установки на них солнечных и ветровых электростанций, которые будут выдавать конкурентную по цене электроэнергию. Единственный нюанс, что ИСС и ВЭС остались ПАГ, это прерывистая альтернативная генерация, но когда эти станции будут размещены от Южного Кавказа до Закаспием в Центральной Азии, тогда всегда, даже если в каком-то месте ветер затихнет, в другом месте этот ветер появится. И плюс к этому они находятся в разных часовых поясах, поэтому генерация у них будет в разное время. И таким образом вы сможете обеспечить себе экспорт электроэнергии в Евросоюз и плюс к этому дополнительный еще один нересурсный источник это транзит электроэнергии из третьих стран Евросоюз. Вот для этого проекта остальных вообще никаких причин или проблем нет. А с транспортом, ну это я говорю, это вот инфраструктура Каспия не была рассчитана на столь резко увеличившийся трафик, и плюс к этому мелководность казахстанского сектора, но эти проблемы тоже решаемы. Это реальные проекты, самое главное, Евросоюз вам дает свой рынок для сбыта вашей электроэнергии. Это шикарный плюс. Беспроигрышный проект. Вот мы видим, как многие страны сейчас заинтересовались сферой зеленой энергетики, это и Китай, и также некоторые арабские страны. Вот как противостоять в этой конкурентной борьбе, вот чем отличается предложение Центральной Азии и Азербайджана через Каспий? Ну, во-первых, это зеленая электроэнергия, то есть та, которую Евросоюз готов покупать безлимитно. Почему? Потому что при генерации электроэнергии не будут выделяться углероды, не будут выбраться в атмосферу. А во-вторых, я говорю, что вот из-за технологических решений это совершенно неожиданно. Допустим, у нас тепловые станции, их себестоимость от 6 центов за киловатт, ГЭС это, как правило, себестоимость 4-5 центов, а солнечные, которые до этого были еще дороже, из-за новых технологических решений смогли стать конкурентными. Единственный нюанс, что когда у вас есть солнечная ветровая генерация, так как она не постоянная, она прерывистая, у вас должен быть запас мощности классической генерации. То есть это либо газопоршневые установки, либо гидроэлектростанции в те периоды, когда солнечные и ветровые электростанции будут приостанавливать свое производство, чтобы вы маневренной генерации смогли выдать и тут же компенсировать. Это решаемые вопросы, технологически тут проблем нет. Я думаю, что вот, кстати, еще нюанс. Производство солнечных электростанций массово происходит в Китае, и есть даже, так скажем, их предложение по переносу этих производств в другие страны. Это очень важно. Единственное, переносить надо только современные технологии, ни в коем случае не олдскульные, потому что технологии старых производств, они будут выдавать более дорогостоящую электроэнергию с более низким КПД. А вот современные – это всегда с удовольствием. И самое главное, допустим, для постройки ГЭС нужно предварительно 20 лет измерять гидрологический сток. Для постройки солнечных и ветровых электростанций достаточно работы измерительной аппаратуры в течение всего одного года, и через год вы можете возводить эту станцию. Ну что ж, мы уверены, что в ближайшее время страны и регионы получат пользу от данных проектов. Большое спасибо, что подключались к нам. На прямой связи с нашей студией был Мурат Муссуралиев, экономист. Субтитры создавал DimaTorzok